Добрый день, уважаемые слушатели! Меня зовут Кузьмин Михаил Юрьевич, и мы сегодня рассмотрим уже традиционный прогноз к июньскому экзамену DP4RUS 2013 года. Основной вопрос, я понимаю, что будет на консолидации? Но прежде чем на него ответить, давайте расскажу вам небольшую историю. Итак, представьте, 4 июня 2009 года. В Москве стоит жара, толпа людей собирается в экспоцентр, именно тогда сдавали там экзамен DP4RUS. Как вы думаете, что они ожидают увидеть в своих экзаменационных буклетах? Какую консолидацию? С учетом того, что до этого дважды тестировался отчет о финансовом положении. Естественно, они ожидают увидеть отчет о совокупном доходе. Когда они приходят на экзамен, открывают буклеты, они там его и видят. Отчет о совокупном доходе. Нормально его решают и сдают экзамен. Знакомая очень ситуация с декабрем 2012 года, когда до этого две сессии подряд тестировался отчет о финансовом положении. Но это только начало истории. Через несколько месяцев у нас с вами наступает декабрь 2009 года. А точнее 10 декабря 2009 года, когда проходит экзамен DP4RUS. Как вы думаете теперь, что ожидают в этот момент увидеть претенденты в своих буклетах? Они ожидают увидеть отчет о финансовом положении. Почему? Потому что до этого момента ни разу в истории экзамена консолидация отчета о совокупном доходе, но до этого отчета о прибылях и убытках не тестировалась две сессии подряд. Ни разу. И они ожидают увидеть отчет о финансовом положении. Они приходят на экзамен, открывают буклеты, а там отчет о совокупном доходе. Вот это был сюрприз. Но самое интересное, что это тоже не конец истории. Переносимся в 11 марта 2010 года, в следующую сессию экзамена DP4RUS. Да, до 2011 года экзамен DP4RUS сдавался три раза в год. В марте, июне и декабре. Итак, 11 марта 2010 года. Теперь уже, как вы думаете, что ждут слушатели, когда перед этим две сессии подряд тестировался отчет о совокупном доходе, чего вообще никогда раньше не было? Они ждут отчета о финансовом положении. Открывают задание, а там снова отчет о совокупном доходе. Поэтому вот сейчас говорить о том, что будет на экзамене, отчет о финансовом положении, либо отчет о совокупном доходе, очень сложно. По математической статистике должен быть отчет о финансовом положении. Но, зная ситуацию, которая произошла у нас с вами в 2009 и в 2010 году, говорить об этом уверенно я бы не стал. Поэтому, совет, готовьтесь и к той, и к другой консолидации. Если вам необходима методическая помощь, скачивайте мои мастер-классы. Есть консолидация отчета о финансовом положении, отчета о совокупном доходе и тренируйтесь. Но, я понимаю, хотелось бы, конечно, узнать, а что же все-таки будет? Давайте попробуем построить цепь логических рассуждений и прийти к выводу, что же будет. Вот, мне кажется, можно было бы пойти под таким путем. Не напрямую, а так, чуть-чуть в обход. Давайте посмотрим, а кто у нас будет с вами третья компания, Гамма. Как это ни странно. Но, тем не менее, давайте посмотрим, кто будет третья компания в консолидации Гамма. У нас до этого две сессии подряд Гамма была совместным предприятием. Понятно, что нужно было тестировать новый метод консолидации совместного предприятия через метод долевого участия. А до этого, две сессии подряд, Гамма была ассоциированной компанией. Высока вероятность того, что сейчас Гамма окажется дочкой. То есть, мы будем консолидировать две дочки, Бету и Гамму. И вот третью дочку очень удобно консолидировать, тестировать знания консолидации. В отчете о совокупном доходе, если она приобретена у нас в середине года, но не в середине отчетного периода, а внутри отчетного периода. Там очень интересно получается, мы должны с вами скорректировать каждую строчку в отчете о совокупном доходе. Плюс, скорее всего, у нас будет отчет об изменении капитала. Вот если подходить с этой точки зрения, то будь я на месте экзаменатора, я бы сделал снова тестирование отчета о совокупном доходе, консолидацию, плюс отчет об изменении капитала. При этом Гамма была бы дочкой, приобретенной внутри отчетного периода. Вот это основные моменты по консолидации. Что нужно знать в связи с приобретением дочек и в связи с оценкой их справедливой стоимости чистых активов. Вот посмотрите, в обязательном порядке скачайте статистику тестирования экзаменационных тем. Там есть, кроме общей статистики тестирования, есть статистика тестирования элементов задачи на консолидацию. Прямо по элементам пройдитесь и посмотрите, знаете ли вы, как этот элемент учитывается или нет. Если не знаете, обратите на него внимание и узнайте, подготовьтесь. Но, что у нас с вами будет? Основное приобретение, понятно, будет обменом акций. Далее, у нас с вами в прошлую сессию было условное возмещение. Возможно, оно будет и сейчас, но нужно приготовиться к отложенному возмещению, когда у нас с вами выплата денежных средств, выплата возмещения будет проходить через несколько отчетных периодов после приобретения дочки. Вот это нужно повторить. Плюс, в обязательном порядке, вспомните, как мы учитываем издержки по приобретению дочек и издержки по выпуску акций. Я думаю, что они будут тестироваться однозначно. Так, а теперь, то, что касается у нас с вами корректировки до справедливой стоимости чистых активов приобретенной дочки. Но корректировку основных средств недвижимости, запасов, это делается традиционно. На прошлой сессии мы с вами принимали в консолидированную отчетность неучитываемый у дочки нематериальный актив. Сейчас обращу ваше внимание, что нужно повторить, как у нас представляются в консолидированной отчетности условные обязательства дочки. Повторите, пожалуйста. Все остальные элементы вы можете уже посмотреть по статистике тестирования. Так скажем, они не столь значительные, чтобы о них тратить время и говорить. Теперь, момент следующий. Что касается теоретических и ситуационных задач. Какая будет теоретическая задача прогнозировать очень сложно. Я даже не буду за это браться. Но с учетом того, как нужно писать ситуационные задачи, если вы правильно овладеете технологией написания, для вас не будут страшны и теоретические задания по любому стандарту. По поводу ситуационных заданий. На что я хочу обратить ваше внимание? Четыре стандарта, которые вы должны знать обязательно. Которые бьются практически в каждую сессию. Первое. Это ИАС-16. Основные средства. Второе. ИАС-17. Аренда. Третье. ИАС-37. Резервы. Условные обязательства и условные активы. И четвертое. И ФРС-2. Выплаты на основе долевых инструментов. Вот эти четыре стандарта вы должны знать просто обязательно. На зубок. Высокая вероятность, вернее, практически определено, что они так или иначе появятся на экзамене. Следующий блок стандартов это финансовые инструменты. Финансовые инструменты тестируются на экзамене всегда. Единственный вопрос вот в чем. Какая будет тема по финансовым инструментам? По финансовым инструментам у нас с вами четыре темы основных. Это учет финансовых активов. Учет финансовых обязательств. Учет конвертируемых инструментов. В данном случае у нас будут пример конвертируемой облигации. И четвертое. Это учет хеджирования. У нас с вами учет хеджирования был две сессии подряд до этого. На прошлой сессии были финансовые активы. Поэтому в обязательном порядке подготовьтесь к учету конвертируемых облигаций. Это будет и к этому вы должны быть готовы. Но плюс учет финансовых обязательств. Следующий блок. На прошлом прогнозе я выдвигал такое предположение, что если в прошлую сессию у нас с вами есть теоретический вопрос, то на эту тему вопрос появляется у нас как элемент в консолидации. Это не прошло. Но что, какой порядок просматривается. Если у нас с вами в прошлую тему был теоретический вопрос, то он так или иначе появляется и в эту сессию. То есть на прошлую сессию в декабре у нас теоретическим вопросом выступал ИАС-18 выручка. Поэтому ожидайте выручку в качестве ситуационного вопроса на июльском экзамене. Следующий блок стандартов, которые тестируются время от времени, но которые нужно ожидать, что возможно они появятся. Я бы хотел обратить ваше внимание на следующие пять стандартов. Первое. Это ИАС-2, запасы. Его давно не было, но для нашей обычной жизни мы с ним работаем постоянно. Поэтому высокая вероятность, что он появится. Итак, ИАС-2, запасы. Следующее. ИАС-11, учет договоров подряда. Далее. 38 стандарт, ИАС-38, нематериальные активы. Следующий стандарт. ИФРС-6, разведка и оценка запасов полезных ископаемых. И пятый стандарт, ИАС-33, прибыль на акцию. Тоже будьте к ним готовы. Следующий блок стандартов. Это так называемые топлики, которые могут выскочить совершенно неожиданно. Давайте посмотрим, какие это стандарты. ИАС-40, инвестиционная недвижимость, почему-то очень давно его нет. Могут выскочить 41 стандарт сельское хозяйство. И ИФРС-8, операционные сегменты. Итак, вот краткий прогноз к экзамену DPFORUS, который состоится 11 июня 2013 года. Хочу обратить ваше внимание, что в любом случае вы можете получить сами статистику тестирования экзаменационных тем, просто заполнив регистрационную форму внизу. И я сразу вам ее вышлю. Плюс там же будет статистика тестирования элементов задачи на консолидацию. Для июньского экзамена 2013 года я уже предусмотрел специальное место. Поэтому вы можете сами попробовать и построить самостоятельно свой прогноз к этому экзамену. Я желаю вам удачи, всего самого наилучшего. Готовьтесь, вы должны его сдать. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok